сегодня будем делать opel meriva нам нужно в приборке сменить пробег и прочитать пин значит внутри стоит у нас нэк поэтому будем разбирать выпаивать и с помощью программатора наки и тл оригинал будем читать процессор и уже менять данные в процессоре так открутили крышечку вот она теперь подцепляем чтобы вытащить плату точнее плату а сначала вот эту конструкцию со стрелками вот она эта конструкция затем мы снимаем стрелки стрелки снимается просто поворотом повернули вот просто берем поворачиваем и тянем на себя берем поворачиваем и тянем на себя также берем поворачиваем и тянем на себя затем снимаем платку циферблата вот она так здесь надо смотреть аккуратно очень потому что здесь у нас находятся шлейфы их главное не оборвать делаем ну так снимаем сначала крепеж крепежные элементы пушка загоняем сюда и вот так вот снимается они 1 2 дисплей аккуратненько берем и выкладываем на поверхность вот они дисплей и теперь отгибаем аккуратно вот эти вот защелочки и плату аккуратно вытаскиваем вот она плата вот самое важное смотрите вот эти штучки не потеряйте это прижимает дисплей так это тоже готово теперь эту мы можем снять чтоб она не потерялась у нас да и эту тоже и так мы выпаиваем процессор очень аккуратно вот сюда не залезаем на шлейф прогреваем аккуратно его пробег у нас на нем 291 тысяча подсовываем под нее зонт под микросхему и немножко натягиваю наверх и снимаем ее вот наш процессор вот я его выпаял пожалуйста так теперь мы смазываем флюсом и уберем лишний припой подготовим для пайки место вот такими вот движениями все отлично и теперь вымоем вот мы подготовили место для пайки теперь поможем флюсом и будем работать с процессором так открываем коробочку достаем наш программатор нэк это оригинальный и т.л. вот он всегда не делались без корпуса и т.л. и достаем площадку под наш процессор вот он QFP80 корпус и сейчас мы его процессор сюда запаяем первая нога у нас вот обозначена вот смотрите внимательный треугольничек это первая ножка а здесь у нас первая ножка это маленькая точка вот нам надо вот так его совместить так теперь мы наш процессор припаиваем на переходничок от е.л. а вот такой припой берем хороший мягкий и вот так вот делаем подсовываем его и просто ведем паяльником разогреваем и ведем так вот процессор наш запаян на платформу теперь берем ETL значит должен использоваться на нем аппаратный компорт то есть вот работает он от компорта тыкаем в компьютер также даем ему питание вот черный красный ну и компорт подсоединяем к самому программатору вот таким вот образом так включаем питание программатора вот загорелся зеленый светодиод это свидетельствует о том что питание подано дальше наша задача подсоединить к программатору наш переходник подсоединяется он вот на этот разъем вот таким вот образом все итак открываем наш программатор NEC ETL он показывает что программатор подключен значит нам нужно выбрать процессор NEC либо мы выбираем просто вот у нас есть suzuki opel прямо выбираем вот эту графу нажимаем ok и нажимаем прочитать прочитать EEPROM указываем EEPROM нажимаем чтение все чтение произведено теперь мы смотрим что у нас в буфере вот наш дам прочитанный сейчас мы его сохраним так сохранять мы будем на рабочий стол в формате бинарном напишем MERIVA сохраняем и так наш файл уже вот здесь MERIVA откроем его с помощью HEX редактора и видим здесь наши данные и так вместе с пробегом нас еще попросили посмотреть PIN код для прописки ключа значит давайте определяться где у нас находится PIN код F9 E8 E9 значит вот они эти цифры это PIN код автомобиля на процессоре NEC опять открываем программатор ETL и нажимаем вот эту клавишу запрограммировать пробег сначала надо прочитать старый пробег то есть вот читаем старый 291 000 как я и говорил 0,59 нам надо поставить 141 0,27 он автоматически сохраняет backup и теперь пишет что новый пробег записан сделали коррекцию пробега в нашем процессоре NEC значит через программатор ETL NEC и теперь собираем щиток приборов и ставим на место так закрепляем наш процессор на плате то есть пару ножек мы припаяем так процессор мы запаяли вот он и теперь давайте собирать значит смотрите подложки под дисплей раз с этой стороны с этой стороны еще подложки под дисплей у нас находится с внутренней стороны вот они надеваем на внутренней стороны это прижимают вот этот вот прижимает шлейф этот дисплей и также на вторую одеваем точности также вот она теперь защелкиваем плату очень аккуратно это все мы делаем все плата защелкнута теперь ставим дисплей шлейфы очень аккуратно вот цифрами вниз мы защелкиваем наш дисплей вот он защелкнулся и и также вторую тоже циферками вниз все тоже защелкнулся ставим циферблат вот здесь вот имеются такие выступы за которые нужно заправить циферблат чтобы он не задевал застрелки вот за эти выступы мы заделываем циферблат здесь у нас направляющие вот они теперь вставляем стрелки стрелки устанавливаем чуть ниже нуля вот они вот так должны быть и устанавливаем последнюю стрелку топлива вот на уровне красной полоски вот так должна у нас выглядеть и теперь одеваем сверху кожух вот он все защелкнулось пластик давайте включим посмотрим какой у нас пробег должен получиться 141 тысяча вот она 141 тысяча правда мы ставили 0,27 получилось 0,25 ну на два километра нас никто не обидится все работа выполнена ну на два километра нас никто не обидится в